Эй, Рули, как дела, бро? Твое появление здесь не планировалось. Мы не знали, что ты приедешь, только в последний момент поступила эта информация. Что же случилось? Моя сестра мой менеджер, и я ничего не знаю об этих делах. Получилось так, что промоутер несколько недель назад прислал имейл, но что-то пошло не так, и он связался с сестрой лично по телефону и спросил, не хочу ли я приехать. Но была проблема, все знают, что в России непросто приехать, надо делать визу. Уильям Боннад должен был приехать, но как раз не смог из-за визы. Да, это реально проблема, но моя сестра делает очень многое для меня, развивает мои связи, и благодаря ей я здесь. У тебя есть младший брат, и он не соревнуется в открытой категории, как ты. Как думаешь, планирует ли он переходить на более высокий уровень? Или нет? Я думаю, что если мой брат серьезно возьмется за этот спорт, то выйдет на самый высокий уровень. Но он не про, но выглядит жестко. У него есть бизнес с женой, что занимает много времени, поэтому если он посвятит все время этому спорту, то точно будет на высоком уровне. Ты еще поддерживаешь отношения со своим предыдущим тренером бабулей, так называемой? Нет. Мы закончили с ней работать еще перед 2012. Я о ней больше ничего не слышал. Больше не общаюсь с ней. Но там не было никакого скандала? Просто ваши пути разошлись и все хорошо? Знаете, когда долгое время остаешься с одним человеком, а сам при этом хочешь сделать что-то большее, приходится делать выбор. Выбор в пользу кого-то другого. И я стал делать все сам, и это оказалось лучшим для меня. То есть это как новый шаг для тебя. А в Кувейте у тебя есть тренер, точнее люди, которые помогают тебе, помогают с питанием, с тренировками, возможно? Или ты делаешь все это сам? В Кувейте у меня много тренеров, много ассистентов, много людей. Я выбрал одного из лучших тренеров в Кувейте. Он из национальной сборной Кувейта. Его зовут Оскар. Ахмед Оскар. Он тратит все свое время, весь вкладывается. Это и делает его особенным. Он сейчас тренирует меня. В этом году у тебя получился крутой прорыв. Я о том, что несколько лет назад у тебя были некоторые проблемы, но в этом году был Нью-Йорк Про, на котором ты стал вторым. И Арнольд в Африке, где ты стал вторым после Декстера. Так что очень даже хорошие результаты. Может быть на Олимпии ты заслуживал немного более высокого места, но что было, то было. Тем не менее, это все равно твой прорыв. Отличные новости для тебя. Что, как ты считаешь, поспособствовало этому? Сделало это возможным? Да, почему это случилось? Как тебе удалось занять высокие места именно в этом году? Не у меня вам это надо спрашивать, потому что я не знаю. Надо спрашивать судей, почему так. Понимаете, каждый год стараешься быть лучше, чем в прошлом. В каждом шоу. Все объясняют по-разному. Каждый день разный. Каждый год тоже. Все, что нужно сделать, это сфокусироваться на себе и стать лучше. Так что наиболее важно для тебя, быть больше или лучше? Больше или лучше по качеству? Быть больше и тяжелее – это не все, что имеет значение. Необходимо выходить в форме. Если ты в форме и жесткий, выглядишь хорошо. Но если ты пересушишься, другой будет выглядеть больше. Все зависит от того, чего хотят судьи. В моем случае никогда не бывает достаточно хорошо. Всегда можно быть лучше. Считаешь ли ты, что твоя форма на Нью Йорк Про и Арнольд Классик была лучше, чем на Олимпии? Так или нет? Я думаю, я выставил лучшую форму. Два первых шоу в начале года, это были Боди Пауэр и Нью Йорк Про. Я думаю, что выглядел лучше всего на тех шоу. Я тоже так думал. Форма на Нью Йорк Про вообще была сумасшедшая. Я думал, ты должен был выиграть. Да-да, должен был. Итак, Кувейт, вы тренируетесь с Би Грамми. Вы дружите, или вы просто партнеры по одной команде – Кэмэл Крю? У вас есть время, чтобы куда-то ходить, просто общаться. Когда я в Кувейте, я обычно там только для тренировки. Это не то, как все себе представляют. Там все ребята как одно целое. Это и делает Кувейт особенным. Мы все как братья, семья. Мы не тренируемся вместе, но мы видим друг друга каждый день. Рами тренируется обычно в другое время. И другие парни ему помогают. Но иногда… Иногда мы, бывает, едим вместе. У нас у каждого свой рацион, но мы сидим вместе. Мы видимся каждый день. Я не ожидал, что он будет тут, на Олимпии в России. Это оказалось сюрпризом для меня. Мы две недели не виделись, и было классно увидеться с ним снова. И кто знал, что это случится здесь, в России? Что? Кто ж знал, что вы, ребята, встретитесь здесь, в России. В России, да, да. Обычно я вижу его каждый день, а тут не видел его две недели. И так приятно. Ведь это кто-то… Знакомое тебе лицо. Да, ну, не совсем лицо, а как сказать. Это брат. Кто-то говорит «друзья», но все-таки мы братья. Это стиль Кувейта. Это классно, ребят. Окей, привет, спортфаза. Не останавливайтесь. Если хотите быть как я, никогда не сдавайтесь. Грудь вперед. Могут происходить разочарования, но поверьте мне, не стоит сдаваться. Пис. Рули Винклар.